Друзья, всем доброе утро и добро пожаловать в новый влог. Мое утро начинается с кофе, как обычно. Хотя уже какое-то время я подумываю над тем, чтобы от кофе отказаться. И, в общем-то, отказаться от сладкого, мучного и прочих вредностей. Но пока я об этом только думаю. Видимо, решение еще не принято, потому что, когда решение я принимаю, то я, безусловно, от этого отказываюсь. То есть, кто меня смотрит какое-то время, знают мой опыт по поводу очищения организма 21-дневного на чаях, на меде. То есть, вообще, без какой-либо пищи. Если помните, такое я проходила и, как бы, даже не сомневалась, когда решила, я это прошла. Между прочим, друзья, сегодня 30 ноября, Всемирный день домашних животных. Поэтому, если вы еще своих любимцев не поздравили и не побаловали, то обязательно это сделайте. Софочка, вот, например, с утра уже понежилась с нами в кровати. Пригоняют по квартире со своим любимым огромным мячиком. Так что, сегодня такой день, когда поздравляем своих животинок. Да, Софа? Так, Софочку пришлось выгнать, чтобы она мне не мешала, потому что я хочу сегодня немножко позаниматься, сделать зарядку на платформе на моей любимой FitStars. Тут уже однекиваться не получится, что в зал у меня некогда и все прочее. Поэтому я частенько занимаюсь с FitStars. Я уже показывала вам, я делала йогу. А сейчас я хочу сделать зарядку без коврика. У меня с собой здесь коврика нет. Просто хочу, ну, такое, знаете, слегка лимфодренажную зарядочку сделать. Сегодня мне удобно с ноутбуком. В чем прелесть FitStars? Это сайт, который вы можете использовать с легкостью, как при помощи телефона, телевизора, так вот, и как я сегодня с ноутбуком. И, между прочим, сейчас в ноябре, несмотря на то, что сегодня последний день, но вы можете успеть, можно с огромной скидкой приобрести себе пожизненный, буквально, доступ к платформе и пользоваться ей вообще без каких-либо проблем в любом месте, на любом устройстве. У меня уже есть безлимитный доступ вообще практически навсегда, и я очень рада этому, поэтому вам от всей души рекомендую. Более того, сейчас у FitStars подарки, так как им исполнилось 5 лет, и можно приобрести, во-первых, с огромной скидкой безлимит себе. Распользовавшись моим правокодом, вы можете получить скидку в 75% на все тарифы. А также, что еще круто, есть рассрочка до 6 месяцев абсолютно без переплат. И есть еще акция ноября. Выполняй тренировки и получай лимитированный набор фитнес-инвентаря. Поторопитесь, потому что всего 5000 экземпляров и денежные сертификаты в фирменный магазин. Крутое дополнение для занятий спортом, ну, прям, мне кажется, здорово. Ссылочки все будут в описании. Проходите, смотрите, кому интересно, обязательно пользуйтесь. Не упускайте момент, что можно хорошенечко сэкономить. И вместо того, чтобы заниматься где-то в зале, можно заниматься дома в удобное для тебя время, в удобном месте, грубо говоря, где никто не мешает. Потому что не все любят зал. И, допустим, иногда хочется наедине с собой выполнять какие-то тренировки. Пускай они там получаются не совсем красиво, может быть, даже нелепо. Но это куда более комфортно. Плюсом ко всему, что мне еще нравится, да, вот особенно в данный момент, когда у меня стоит вопрос по питанию, это то, что есть большое количество программ по питанию, где ты можешь выбрать для себя и рецепты, и получить ответы на какие-то вопросы. Потому что есть даже курсы по питанию. Ставлю здесь небольшой фрагментик, вы посмотрите, есть медитации. Ну, в общем, это такая платформа, где собрано все, что нам с вами необходимо. Можно и знания получить, и телом своим заняться, и эмоционально-моральным состоянием в том числе. В принципе, даже деток приобщать можно, потому что тренировки в игровой форме есть и для деток от трех лет. В общем, ладно, рассказывать я про Фитстарс смогу долго, поэтому я, пожалуй, займусь своей тренировочкой. Я вот выбрала себе уже сейчас тренировку без коврика, зарядка. Доступные тренировки от 7 до 30 минут. Ну, то есть, как бы выбрать для себя можно любой уровень, и сложный, и легкий. Короче, давайте я буду заниматься, девчонки, присоединяйтесь ко мне. Начинаем. Улыбаемся сразу, даже если очень грустно. Поверьте, если вы немножечко постараетесь себя настроить и заранее улыбнуться, обязательно все пойдет как по маслу, все будет круто, и у вас будет классное, хорошее настроение. Сильно, пожалуйста, мы не перегружаем поясницу. Мягенько. И вперед наклон с прямыми стараемся, ногами, чтобы наши деревянные застывшие мышцы мы после ночи с вами растянули вперед. То есть старайтесь, чтобы ваш корпус стремился параллельно к полу, но на свои возможности ориентируемся обязательно. Хорошо. Потому что вам может уже тянуть, даже вот в таком положении, может тянуть ноги. Еще. Хорошо. Одну ногу. И на другую. Назад, легкий прогиб. Вперед. Сейчас прямой спиной делаем, не округляем. Хорошо. И вращайтесь. Старайтесь корпус параллельно полу держать. В другую сторону. Отлично. Еще. Хорошо. Супер. Прямо активно работаем со спиной. И еще. Закончили. Супер. Выучиваемся вниз. Хорошо. И назад через прогиб. Наоборот вернулись. Поддавливаем. И прогиб. Вернулись. Хорошо. Еще один раз. И прогнулись. Отлично. Хорошо. Благодаря этой зарядке, друзья, напоминаю, что самое главное, самое важное, что правильное регулярность и дисциплина. Так, ну что, девочки, я свою тренировочку закончила. Обязательно занимайтесь своим здоровьем. Все ссылки оставлю вам в описании. Используйте промокод и с кайфом занимайтесь дома. Что я хочу здесь показать? Смотрите, давненько я вам свои замики не показывала за миокулькасы, да? Вот у меня два таких красавца под названием Черный Принц. Один чувствует себя вообще великолепно. Надо, кстати, немножко пыль, по-моему, уже протереть на них. Да, скопилось. Вот такой вот уже. Смотрите, какой у меня красивый. Сколько здесь? Раз, два, три, четыре, пять. Пять веточек. У него есть удобрения. Такие в форме таблеточек я покупала. И сразу, когда пересаживала сюда, их помещала в грунт. И они постепенно там растворяются. В общем, те удобрения, которые именно ему нужны. И вот именно вот этот, да, который я вам сейчас показываю, он чувствует себя вообще хорошо. У него ни одна веточка не испортилась. В отличие от второго. Сколько им? Ну, чуть больше года, наверное. Мы брали, было буквально вот пара-тройка веточек. Одна большая и несколько маленьких. Сейчас вот он уже как минимум две стрелы выпустил, две веточки. Вот этот почему-то при абсолютно равных условиях чувствует себя похуже. Я уже несколько маленьких вот этих вот веточек убрала. Видите, начинает листочек вот так вот коричневеть. И все, и потом портится. Я вот переживаю, неужели я слишком сильно его заливала, что ли? Хотя поливала их я вроде бы в одинаковом количестве. Не знаю, и почву вот рыхлю, чтобы воздуха доступ был и прочие вещи. Но этот малыш тоже выпустил веточку. Вот она маленькая. Видите, камера сфокусируется. Да, вот она. Вот новая растет. Что-то она какая-то прозрачная, не зеленая. Я надеюсь, что он хотя бы не испортится сразу. Вот эта маленькая веточка, что она все-таки вырастет. Девчоночки, кто у меня хорошо в змеокулькасах разбирается, напишите, пожалуйста, что за история. То ли я заливаю, то ли что. Ну, почва так не мокрая. Вроде бы все нормально. Не знаю, что еще не так, что ему не нравится. Вообще в целом непонятно. Буду надеяться, что все будет хорошо. Хочу сейчас поправить эту веточку, чтобы она в центре была и не запутывалась, а другие. Вот такая вот у меня красота растет тут. Но переживать о себе все равно заставляет. Покупала их в офис, но в конечном счете живут они дома. Так, еще обещала же вам показать нашу шапку. Кто не знает, у меня есть вязальный телеграм-канал, где мы с девочками, я открывала закрытую группу, где у нас был совместный проект по вязанию, в том числе и шапки. Сначала мы связали носки. Опять же, почему, девчонки, вы меня натолкнули на это, на то, чтобы снимать мастер-классы, когда я свои вещи какие-то показываю, всем нравится. Ну, многим, может быть, и не всем нравится, как выглядит, как качество исполнения материала и прочее. И вот как-то просили, просили о том, чтобы я снимала мастер-классы, показывала, как я это делала. Ну, в общем-то, я так и поступила. Мы сделали мастер-класс по вязанию носков спицами, очень простой. Но, тем не менее, тоже девчонки писали, что всю жизнь, говорят, вяжу, а вот таких вот нюансов, каких-то лайфхаков не знала. Вот, и я очень рада быть полезной в этом отношении, прям, ну, мне было очень приятно. Спасибо за обратную связь, девчонки, за отзывы. Здесь вам тоже, может быть, ставлю, покажу, что девчонки писали. Было очень-очень приятно. И группа эта, к слову, до сих пор открыта по вязанию носочков. Вы можете присоединяться. Я не жадничала, она открыта, я ее не закрываю. Вот, она платная, ну, чисто так, символически. Поэтому еще присоединиться можно. Тоже спрашивали, можно ли сейчас присоединиться к вязанию носочков. Можно, девочки. Я оставлю в описании вам все, что необходимо для вступления в эту группу. И дальше, следом, я тоже на выбор девочкам давала изделия, какие будем вязать. Потому что после вязания носочков девочкам понравилась группа, понравилось общение и прочее. И то, что получилось. И захотели что-нибудь еще связать. И мы выбрали, в общем-то, голосованием, что это будет шапка. И вот такая шапка из пуха норки. Но, в принципе, можно еще и из ангоры вязать, если хочется. Разницы нет. Единственное, что из норки будет чуть-чуть более упругое за счет добавления двух дополнительных эластичных нитей, чем если вязать из ангоры. Там она будет немножко не такая эластичная. Ну, и вот у нас шапка резинкой один на один. Связалась вот такая красавица. Девчонки тоже уже связали несколько девочек. Кто-то еще не успевает, но, как ни крути, группа открыта. И закрывать я ее в ближайшее время не планирую так же, как и группа по Нескам. Потому что, ну, я хочу, чтобы девочки как можно дольше пользовались материалами, которые там есть. И вязали, вязали, и вязали с кайфом. Классные вот такие вот вещички. Сюда, кстати, можно еще помпон приделать, если хочется. У меня есть несколько енотовых помпонов. И я их обычно, знаете, как делаю? Либо на кнопочке, либо просто на, как это называется, ленты атласные. Вот, чтобы можно было снимать. И либо его не носить, если не хочется, да, либо постирать шапку. Вот. Наша красавица высохла. Я стираю обычно в шампуне для волос. Полоскаю на несколько раз. И при последнем полоскании я уже добавляю бальзам для волос. Потому что натуральные составы, натуральная шерсть, она так же, как и наши с вами волосы, лучше, сильно лучше себя чувствует, когда используются такие средства для стирки, как, к примеру, шампунь для волос. Ну, в общем, мне этот способ нравится больше всего. Долго я что-то рассказываю про шапку, просто хотела вам показать. Еще у меня сейчас несколько проектов в работе. Снова шапка резинкой 2х2 из норки. Такого голубого красивого цвета. В телеграм-канале показывала. Присоединяйтесь, девчонки, если вам интересно вязание. Ну, или если хочется узнавать о каких-то событиях, которые со мной происходят в режиме практически реального времени, в телеграме у меня есть 2, целых 2 канала. Лайфстайл, это как на ютубе, только в телеграме. И там я присутствую постоянно и всегда. И вязальный канал. Если интересно, то, конечно, присоединяйтесь. Также для тех, кому неудобен ютуб в связи со всеми событиями и замедлениями, я дублирую видео из ютуба на дзене. Так что я присутствую на всех более или менее популярных платформах. Еще у меня тут состоялось тоже небольшое приобретение. Вот такое вот. Заказала на пробу наборчик от La Roche-Posay. Я пользуюсь La Roche-Posay серией вот этой вот и Foclare. У меня всегда есть умывалка. Нравится мне гораздо больше даже, чем Виши. Чаще всего именно она у меня. Она мне подходит по типу кожи. У меня комбинированная кожа. И, в общем-то, она мне прям идеально подходит. И что-то я сейчас думала над тем, что мне нужны какие-то, знаете, такие небольшие travel-версии. Потому как, ну, если вы обратили внимание, мы очень часто куда-то передвигаемся. И, ну, девочки меня поймут. Я не очень люблю почему-то вот эти наборы для того, чтобы перевозить свою косметику. Да, вот эти маленькие travel-баночки, в которые мы там все переливаем и так далее. Мне некомфортно. Они мне не нравятся эстетически. Не знаю, может быть, подскажете какие-то очень красивые варианты, приятные. Потому что, ну, вот эти вот какие-то пластиковые банки мне не нравятся. Я решила, вместо того, чтобы таскать с собой полноразмерные продукты. И потом вот это, когда мы останавливаемся где-то в гостинице, либо квартиру снимаем, раскладывать вот это вот все. Ну, как-то, в общем, я решила взять в маленьких форматах. Вот. И взяла вот такой вот наборчик для себя. Здесь у нас есть умывалка, есть мицеллярка, есть кремушек, который тоже Foclare Duo. Вот. Есть средства Lipicard для сухой кожи. Есть еще даже гель для душа. Ну, то есть он даже масло для душа. Что здесь еще? Есть крем восстанавливающий, который подходит и деткам, и взрослым для сухой кожи. Ну, в общем, также еще вот такой крем, который можно и для губ использовать. Ну, как обычно, вот такие восстанавливающие какие-то средства. Мицеллярка, я уже сказала, вот я ее еще не попробовала. Но суть в том, что вот этот наборчик, он очень удобен именно для путешествий. Он маленький. Я проверила на оригинальность. Продукты действительно оригинальные. То есть, ну, знаете, я уже говорила, что на маркетплейсах очень часто можно встретить подделки. Ну, и я, соответственно, все сейчас проверяю. И подделками не пользуюсь, больше на такие вещи не попадая. Потому как раньше я заказывала, помню, тушь от Vivienne Sabo Cabaret. И мне пришла подделка. Я заказывала дезодорант антиперспирант от Lady Speedstick. И мне пришла подделка, девочки. Поэтому будьте внимательны. Я уже вам говорила в телеграм-каналах. Проверяйте. Проверяйте через честный знак, через интернет, по штрих-кодам. Тоже можно проверить. Вот здесь, например, есть штрих-код. Если навести на него камеру, то вас перекинет на официальный сайт Ларошпазе, где вы увидите, что это за продукт. То есть, обязательно проверяйте. Даже когда я выбирала этот набор, я на несколько подделок наткнулась. Причем по стоимости оригиналов. Поэтому будьте внимательны. К чему я это все говорю? Я сейчас, знаете, насчет чего подумываю? Я хочу, наверное, такой наборчик приобрести для вас и разыграть его среди подписчиков моих телеграм-каналов. Наверное, моего лайфстайл-канала, потому что к вязанию это отношение не имеет. Вы мне, пожалуйста, дайте обратную связь. Вам вообще интересен такой розыгрыш? Пользуетесь ли вы косметикой от Ларошпазе? Нужен вам такой набор или нет? Если да, то я его приобрету, и мы с вами разыграем его. Потому что, ну, мне кажется, это наиболее универсальный набор, который подойдет вообще всем, и с ним удобно путешествовать. В общем, не знаю, насколько минут наболтала, но надеюсь, было полезно. Так что, девочки, жду вас в комментариях. Дайте обратную связь, и разыграем с вами такой набор. Ну, а я сейчас пойду приводить себя в порядок после тренировки. И, в общем-то, дальше продолжать эту субботу. Желаю вам тоже прекрасно провести день. День, да. Желаю и вам прекрасно провести день. Поздравить обязательно своих хвостатых друзей пушистых, потому что сегодня, я напоминаю, Международный день домашних животных. Софочку мы тоже обязательно поздравим. Мячик у нее уже есть. Ну, придумаем что-нибудь еще интересное. Так что все, я вас люблю, целую. Пока-пока.